Всех приветствую, друзья! На связи Пентагон. 23 января сегодня вторник. Самое время посмотреть за рынком. Ну а пока, пользуясь случаем, хочу вас проинформировать о том, что в пятницу, в эту пятницу мы с вами проводим трейдинг-флор, торгуем по старинке, будем смотреть за закрытием этого месяца, будем думать о том, какие монеты брать или вообще не брать. Собственно говоря, друзья, в пятницу в 16.30 по московскому времени я вас жду у себя на ютубе. Позову, наверное, Ильяса Крепт-студента, и мы посмотрим за интересными монетами на рынке. А пока, что же сейчас происходит сейчас? Так, я по от 48-100, от 48-100 свой шорт на 80% закрыл. Остаток у меня позиции висит 4400, плюс я брал еще скальп-шорт 41-300, 41-500, тоже по 39-750 все закрыл. Взял скальп-лонг, тоже вот по 39-758. Вот это я проспал, естественно, но вот здесь вот взял на часовом диве. То есть, что есть вообще сейчас? Если, конечно, локально смотреть и вот убрать сейчас абсолютно все, мы закрыли гэп, мы закрыли вот эту вот пустоту. И сейчас, по большому счету, у нас нету таких каких-то триггерных точек, которые бы могли бы здесь нас закрепить. И я в целом-то не вижу супер-бупер-лонга здесь. Я просто торгую чисто сетап. Здесь у меня сетап показывал лонг на дивере, на большом дивере, на этом маленьком дивере. Можно было на часик подобрать. Также я сейчас смотрю цемь е, специально то место, где был гэп. Собственно говоря, чтобы разобрать фигуру здесь, потому что она несколько отличается из-за двухдневного перерыва на выходные. И что мы здесь видим? Я вижу возможный фрактал. Фрактал причем такой же, какой был у нас... Давайте я его сейчас возьму более точный и более удобный. Вот здесь вот был у нас фрактал. И здесь у нас был такой же гэп, который мы, собственно говоря, закрыли. И при этом сходили даже здесь, по-моему, на 0.6 коррекцию по FIBA. Здесь у нас, по-моему, если брать вот этот вот лой, как, типа, старт проторговки, здесь тоже 0.618 по FIBA мы сходили. И я могу, в принципе, как пример взять от хая до, там, следующего хая здесь фрактал и попытаться его здесь наложить. То есть у меня, в принципе, я еще раз хочу повторить, у меня нет особой цели сейчас там брать хороший крупный лонг. Моя задача лишь, там, подобрать возможную коррекцию. Причем с целью не выше, наверное, 43 тысяч. Потому что для меня здесь будет 43 тысячи как ключевые. Здесь, там, пробой, ретест нашего вот этого флага. Собственно говоря, ретест этого самого гэпа. И, как вероятность, мы можем вот хотя бы до верхушки вот этой границы ходить. То есть это уровень 43 тысячи. И от него там, скажем, отскочить. Если мы смотрим, допустим, график на OKEX, здесь, там, час дивер, два часа дивер, три часа дивер. И крупные таймфреймы, они все вот здесь вот в дивере. И есть большое расхождение. Поэтому, как скальп, OK. Как лонг терн, нет. У меня остаток позы по шарту на 4400 со стопом. То есть, если мы выше 4400 уйдем, то мы сломаем вот эту вот проторговку. Да, то есть, вот эту вот нижнюю проторговку. И вернемся обратно за уровень. И, соответственно, тогда, в таком случае, конечно же, я предусмотрительно возьму здесь лонг. То есть, я уже его взял. И в таком случае у меня будет очень хорошая точка входа. И я там смогу эту позицию подержать. Но, опять же, да, там какая цель? Цель там 43 тысячи их по-хорошему хотя бы сходить. Ну, может быть, 44 тысячи. Как вариант, как вариант. Вот этот вот диапазон я забрал. То есть, от вот этого сквиза. До, скажем так, лоя 17%. 17% по шарту с маленькой позиции это было неплохо. Это было неплохо. Сейчас, откровенно говоря, увидев 17% коррекцию на центральном активе, я думаю, потому что вот этот вот диапазон, с одной стороны, он закрыт. А с другой стороны, у нас действительно ключевые только уровни поддержки и сопротивления находятся на уровне 34 тысяч и 32 тысяч. И там какая-то контрольная точка вообще в районе 26. Поэтому, вот, собственно говоря, здесь этот профиль объема, который и указывает нам о том, что вот эта вот вся параторговка является ключевой сейчас поддержкой. И она, собственно говоря, на мой взгляд, будет вот этим вот finally denom, да, finally bottom перед halving, перед каким-то крупным ростом. Ну, то есть, март я жду биток вот в этой зоне. Март-апрель, наверное, в этой зоне 26 тысяч. И здесь надо будет тариться. Я думаю, здесь будет последняя вот эта вот точка для входа, теоретически. Но я рассчитываю, что мы еще там 43 тысячи перед походом совсем вниз потрогаем. То есть, здесь фрактал вот этот большой, он уже не отрабатывает, потому что мы ушли там сильно ниже. И для того, чтобы вернуться обратно в эту проторговку, нужно уходить вообще выше 46 тысяч. Чего я в целом-то и не жду. Да, то есть, уже мы сходили там на 49, мы сходили на проторговку. Поэтому, теоретически, вот этот вот уровень 26 тысяч будет, наверное, для меня ключевым. И, естественно, вот эта вот проторговка, все, что ниже 39 тысяч, там прям по уровню можно смотреть. Есть три уровня. Соответственно, первый это там в районе 38 тысяч, второй в районе 36 тысяч и третий на ретесте там 32 тысячи. Это, собственно говоря, третий вот этот уровень. Поэтому, если мы не закрепляемся, то я говорил неоднократно, что мы двигаемся вот по этому фракталу. Сейчас я вам еще раз его покажу. Вот, где, собственно говоря, с квизом у этого фрактала и проторговка будет как раз-таки в районе, ну, падение где-то, наверное, в первых числах февраля. Типа падение в район, там, 3300. Это было бы круто. Это был вот этот финальный слив какой-то крупный. Возможно, мы его уже там формируем сейчас с текущих. Я там не удивлюсь, если мы это сделаем сейчас. Но вот этот вот более-менее мой актуальный план, у него нету вот этого выноса вверх. Мы уже потрогали, скажем так, вот этот сквиз. И поэтому я жду какого-то хотя бы там, ну, отскока маломальского в район, там, 42-43 тысячи для дальнейшего взятия шарта, собственно говоря. Для меня все, что выше, там, 41-900, 40, наверное, даже 2-500, для меня будет все это хорошая точка для шарта, потому что я буду ждать биток 26 тысяч спокойно, там, перед халвингом. Это будет супер хорошая новость. Тогда мы будем ждать 10x, это 260-270 калов, блядь, в ноябре 25-го года. Ну, алло, алло, не успели купить биток. Покупайте его, потому что 26-28 это будет супер уровень, который нам будет нужен. Сюда же эфир. То есть по эфиру мы не смогли уйти на 3000. Не смогли найти на 3000. И пробили, претестили один тренд, но стоим сейчас на втором. Как на таковом. Как на возможном неком параллельном канале. Собственно, от которого мы пытались оттолкнуться, но вот сейчас находимся возле нижнего границы. Возле нижнего границы. Что, на мой взгляд, не есть хорошо. И ровно так же, как биток я жду там в район 26 тысяч, эфир я буду ждать в районе 1930, возможно, даже ниже, в районе 1800 за эфир. На ретест, собственно говоря, вот этого большого поддержки, который находится сейчас на отметке 2000. Потому что на 2000 самый крупный сейчас покупатель стоит на эфире. Собственно говоря, вот этот вот весь пробой. Вот эта вот вся зона. Это зона интереса, где можно, мне кажется, эфир будет подкупать. Но, опять же, все зависит от битка. Где тормознется биток, там мы будем смотреть за битком. Не укладывается у меня в шартовый пока сценарий. И что дает какую-то надежду на то, что может быть какой-то отскок. Естественно, СИПка, которая сходила на АТХ, на свое там 4850. И как бы вот этот вот бычий флаг он отработал. И если мы, скажем так, в течение ближайших нескольких дней уйдем выше отметки 4870-4880. И закрепимся там, и там уйдем на 5000. То это подтолкнет биток тоже за собой. И это вы должны понимать, что СИПка за собой биток поточит. Естественно, если мы не сможем закрепиться, уйдем обратно там на уровне 4300-4200. То в таком случае биток ливанет сильнейшим образом. Поэтому be careful, будьте аккуратны. Я думаю, как раз к пятнице будет уже более-менее понятно, как закрывается неделька. И мы с вами сможем этот момент проторговать. Естественно, что мне нравится из альтов. Какие альты бы я прикупал, если бы биток, условно говоря, ливанули. Первое. Биткоин СВ без шуток. Типа я думаю, что биткоин СВ через коррекцию, вот эту вот последнюю коррекцию полетит там в сторону 1000 долларов. Я уверен, что нужно брать доги 100%. Потому что я думаю, что если мы там выше 0.06 закрепимся, то это вообще супер хай. И я считаю, надо брать такую монету как доги с ее фундаменталом и с этими распродажами, с которыми может случиться на битке в ближайший момент. То есть, когда биток там будет 30, падать на 30, все, я уже буду начинать откупать в сторону 26, спокойно, с диапазоном 4000, все, что... Эфир ворк обязательно, естественно, как без него. GRT. Возможно, FTT, если мы уйдем там на 2.1. NEO. ICP. 100%. Вот ICP прям нужно. Если даже у вас есть, держите. Если у вас точка там в районе 4.3 или там 5, держать надо. Я просто, ну, в ICP верю, как в продукт теперь, с недавних времен. Потом TRB. Грачевская помойка. Если там вылетит в район 55-60, можно подобрать на X. RNDR. Опять же, тоже есть там коррекция в районе 2.5 будет, можно брать. То есть, вся та льта, которую мы тарили, ее можно будет забирать в районе, я думаю, марта-апреля. И это будет, наверное, вот конец февраля дамп. Пару месяцев мы там постигаем, потужимся и будем отскакивать. Вот на этом потужине и отскоке надо будет брать. Да, есть. Возможно, конечно, я сейчас прям разгрузил шарты прям перед сильным-сильным сливом. И, возможно, это уже сейчас можно будет какие-то из этих монет подбирать. Лайк-коммент в пятницу TF. У нас также последняя неделя Dior предсписка по супер-чиповым ценам. Естественно, за 500 баксов вы нигде больше Dior не возьмете. Поэтому до конца этого месяца у нас еще будет предсписок работать. Потом там цена X2 будет. И что же еще? TF. И, естественно, мы буквально на днях тоже будем анонсировать апдейты по Алге. У нас новые индексы будут выходить. И апдейт по платформе мы все больше и больше уходим в сторону работы биржевого терминала. И становимся биржевым терминалом. Поэтому be careful. Целую ваши мозги. Берегите свои депозиты. Увидимся. Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай.